всем большой при большой привет мы с мужем поехали на работу я буду шпаклевать потому что некому кроме меня валера говорит давай ты вместо меня говорю ну конечно же давай будем работать просили нас помочь до девчонки у нас дома я думаю совсем долго соседка договорилась что периодически заходила поглядывала за ними но и сейчас видео звонок все на свете покушать себе погреть могут все могут но все равно переживаю переживаешь сейчас хорошо то что есть телефоны по видео звонку позвонил но это 20 наверно не загрузится хотя бы так по звонку по телефону на так что едем валера обрабатывает кирпич бетон на контактам до запах такой до розовый цвет отсюда за бетон и контакт это сейчас все вот эти швы запеннили будешь правильно или что запеннили а вот это где-то картошка ну здание очень старая до шпатель есть кирпич бетон Так вон тот гипсокартон и возьми. Играет музыка. 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 все, приехали домой купила два батона таких, банана, хотела сказать такой хлеб, девчонкам лап из, шоколадку на то, что хорошо сидели, яблочки потом и Васи монетки за 79 рублей было и колбаску такую а это не расчесанный ребенок да что, как дела чем занимались играли в нашу любимую игру играли в игру да что еще? кушать хотите? сытые? не сытая ты такая, а что шоколадку? шоколадку Настя не обижалась, тебя не ругала? не не ругала, нормально я даже слышала в некоторых случаях да, да, то, что Элиза с утра не хотела кушать, да а потом села, поела, да кушать захотела и у них была война что, бригадир давай зарплату ну, зарплату еще не заработала я же тебе уже авансы выдал как по фао твоя зарплата по факту, я сделала? платишь вот, вот тебе опять вот продукты да самое главное да, это вы ходили я покупал твою зарплату там уже все кончилось вот так все дочинаются сначала денег не дают да да вот все, зарплаты потратила еще не заработала вот кто в нашей семье бедный, несчастный ты? да я еще сам зарплату не получил нет ну ладно Настя мама, это надо а то это лишнее лишнее? ну, может, папа хочет нет Настя прибралась тут, да? съешь, как я тебя учу не знаю, как как? без родаков одним пусы не было тут? тут пусы не было? вечеринки не было у вас? хата была свободна, да? хатка свободна была вот водички можешь ну, у нас это у нас личная охрана, да? соседи называется какая классно, да? без родителей нет? плохо, что ли? почему? никто ничего не сказал и Лиза, тебе вы хорошо было без мамы? мне холостово как так? очень а, с мамой весело, да? а что, мама вас развлекает, да? как? не знаю иди подмети иди убери это тоже весело именно с папой с папой-то весело, конечно он играет ну, а мама читает заставляет мы слегка вызывали вы ругались? скажи честно даже дружно были да да? да и слава а где твоя заколка? надо заколочку это а потом я у меня спрашиваю ты кушать хочешь? а она говорит да долго сидела терпела, да? нет? минут 10 а ты кушала? а да я кушала Настя кушала? да что кушала, Настя? что ты приготовила? ладно Настя, ты мне дала? нет а я не доела? не доела полоская, Настя, да? мы честные, да? да в общем, хороший день у вас был, да? нет 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 я думала, наоборот, классно рыбку доели мою, да? да я наоборот, думала, классно, спокойно никто ничего не заставляет как это? если мы одно тоже как вдруг закончится мы все на за один день с кушаем и ты ничего нам не сможешь приготовить у меня 110 рублей ездили за ты где закопишь? на сколько супов быстро приготовления хватит? на два да? ну да а что, они по 50 рублей, что ли? и то, может, не хватит если доширак, как они любят который я беру он 69 рублей а такой бигбон 39? хватит ну на два, может, хватит хватит хорошо, когда мама дома, да? мне тоже так было хорошо, когда мама дома а что, Настя, тебе даже со сесом не жарила? а я сказала газовую плиту не включать если хотите вон, в микроволновке все греть ну да я тоже так в детстве без разницы там с мамой даже не там ну, мама на кухне там сам факт того, что мама дома уже хорошо то, что ты придешь и мама дома вот как ты приходишь и жена дома не мама, а Вера ну, мам нет а она мама тебе же, Вера а мне же, мама а здравствуйте а трезь, пожалуйста, батон а маме-то, мама чай с колбаской надо чай хоть налить зачем сухомятку какой-то батон взяли здесь ИП же да, ИП кто-то сам готовит выпекает ну, он такой прям клевый вроде бы да, хрустящий а ты отломай прям вот этот не сможешь? Элиза отломай сестренке хлебушка не отрезать фарш фарш когда жаришь запах рыбы запах рыбы Валера не любит Элиза говорит тоже не любит она в детском садике ела ей не понравилось ну, сейчас эти попробую потому что здесь как по описанию здесь и лосось и горбуша есть вот, а Настя Настя у нас любит рыбные котлеты я тоже обожаю но вот такие не пробовали сейчас сядем макарошки покушаем заодно котлетки попробуем а Валера у меня остался фарш поджаренный с луком может с фаршем размешать и будет можно так сказать по-флотски нарезала полную тарелку огурцов один подбежал взял второй подбежал взял третий подошел забрал мы сейчас кушать будем одни огурцы аккуратненько собери вот за стола у тебя все размазано вот а говоришь не любишь котлетки рыбные да тебе понравились Элиза Элиза понравились тебе котлеты вкусные они даже на наггетти похожи но рыба особо не чувствуется да Валер тебе понравятся такие котлеты они как наггетцы удачи 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 попробую у тебя можешь попробовать на попробую да это а мне что не подогрела хорошо попробуем рыба не чувствуется даже чуть-чуть есть рыба здесь как будто бы даже не горбуша не лосось а больше на ментай похоже да ну за 200 рублей я думаю не о чем надо купить такие это заехать в рыбный конкретно где золотая рыбка и вот там котлеты взять рыбные попробовать там я хочу что прям чувствовалась рыба а это больше как наггетсы горячо дуй больше как наггетсы именно где у меня болячка больно ну ты дуй а ты что не кушаешь идем я не хочу я же купил с Настей мы вчера уже уроки сделали основные да математику русский язык английский остался и чтение но говорит Настя то что завтра сделает сегодня Настя вообще с будильником у нас проснулась ты же будильник ставила нет я не ставила потому что я когда я проснулась я еще проснул мясо а ты делаешь когда я проснулась ну у тебя что-то там вибрация была какая-то ну это как кто-то мне звонил я не знаю а я проснулась из-за вас вы там ходили услышала да в 6 7 утра нет какой 6 мы мясо иди туда пока сейчас поговорю а то будете кричать они там в игру играют помните я рассказывала о том что у меня швы все видно все видно когда я шпаклевала вот эти стены а все почему все потому что Валера не принимал участия в это время когда я все вот это смотрела я как раз таки увидела под венецианскую штукатурку как это все делается да вот эти блестки все на свете но я открываю какой-нибудь видеоролик там сначала показывают я же не разу гипсокартон не шпаклевала это первый мой опыт я шпаклевала квартиры ну там же штукатурка такая и поэтому у меня совсем по другому опыта не было с гипсокартоном включая видео по видео мне все было понятно что нужно делать сначала необходимо было швы но чтобы не было этих трещин нужно было покупать либо серпянку либо там ленту клеющую в общем много-много всяких вариантов но немного но суть я все это делала мы купили сначала серпянку мы серпянка и мне не понравилось эта серпянка стала выделяться но кто ну то есть я шо все делу все как показано в интернете то есть я смотрю а Валера в это время он там как-то ему без разницы было лишь бы моя душа спокойно была там шпаклевка все говорят вот шпаклевка ну кто-нибудь сказал то что они как-то различаются эти шпаклевки вот и а я супер финишный какой-то там поле какой-то там значит вот все стены которые делают финишная оказывается они отличаются эти шпаклевки и вот когда мы вчера вчера уже с Валерой понимали то что мы сегодня поедем на шабашку ленту там все вот эту взяли Валера купил стройматериал который необходим да нам на сегодняшний день Валера говорит Алвин давай с тобой потренируемся оказывается различается шпаклевка есть вот такая не знаю из головы вылетела есть гипсовая нужно гипсовой шпаклевкой обрабатывать швы и тогда швов не будет видно вот в чем дело оказывается а мы то думали либо это серпянка либо у нас руки не оттуда растут я еще вот эту стену напротив противоположная телевизору я ее несколько раз шпаклевала чтобы шов не было видно потом когда я на кухню перешла и начала там шпаклевать тоже сняла все эти обои которые мне не нравились начала шпаклевать мне понравилось как это все выглядит я шпаклеваю говорю давай без вот этой вот серпянки без вот этой ленты а мы с серпянкой мы на втором этаже шпаклевали если я не ошибаюсь или мы начали здесь с серпянкой а потом купили просто ленту и то на видео показывали то что ее нужно смачивать кто-то писал нужно смачивать эту ленту кто-то писал не нужно который на шов прикрепляется ну в итоге сухую думаем ладно мы пожиже разведем вот этот раствор вот эту шпаклевку если что она впитает и как нужно прислониться но все равно было все видно на кухню когда перешла я говорю Валер давай без этого пусть лучше будет трещина маленькая но зато не будет вот этого выделения явного шва то есть если так когда я снимаю этого не видно а когда вот здесь находишься вот я каждый шов вижу и вот вчера с Валерой Валерой Алвин говорит давай потренируемся попробуем ну нам же как бы сегодня ехать и вот когда Валер сказал оказывается вот говорю в чем дело вот видишь Валер без тебя то оказывается вот женщина я помню раньше ну что женщина и сама в наши-то времена говорила может забираю свои слова обратно может типа справиться кого нужно нанял да денег заплатил там вот в этом духе я рассуждала была не права элементарно даже в шпаклевке нужно разбираться оказывается есть гипсовая есть вот такая вот сякая и что мы вчера начали тренироваться взяли вот такую же ленту все то же самое проделали со швом но только с гипсовой шпаклевкой и вуаля сейчас покажу разницу где у нас простая шпаклевка и где гипсовая потому что Анна в дзене мне писала то что будут они начинать шпаклевать если вдруг вы не знаете как мы как я то теперь знайте то что когда вы будете шов делать нужно покупать специально для шва гипсовую гипсовую шпаклевку но она намного дешевле чем такая шпаклевка которую мы например шпаклевали и сейчас я вам покажу в чем разница то есть когда я сдалека снимаю ничего не заметно да еще за счет этой венецианской штукатурки как бы такое ощущение будто все нормально на видео но если я начну подходить ближе вот например ко шву видите вот эти вот две полосы вот полоса в общем вот вот она полоса идет вот прям ее видно она вот никуда здесь она у меня еще отклеивалась вот она но вот за счет вот этой венецианской только лишь на видео незаметно заметно вот здесь вообще вот это с пупырками такими было видите вот эти пупырки но потом она вот так внутрь углубилась и все равно как бы вот я вот эту венецианскую не делала все равно оно ну в принципе вот видно когда поближе какие-то швы более-менее вот я как-то вот сделала здесь у меня вообще вот точки у меня шпаклевка это не впиталось в общем она начала разбухать а все из-за того что это не та вот этот вообще шел мне сразу же вот он он мне сразу же прям в глаза попадается я его сразу вижу но уже естественно переделывать ничего не сможешь ничего не будешь да я говорю уже ладно пусть будет так уже подпривыкли потом надоест уже исправим возможно обои я захочу снова но мне очень нравится как оно выглядит вот если бы не вот эти дурацкие швы и наша неопытность было бы идеально но вот когда приближаю вы же сами видите как стена переливается как она красивая единственный момент я тоже ну вот еще и Лиза тут тоже красоту свою наводила маленькая была единственное мне что не нравится вот когда я так стою видите как будто бы грязь вот вот это а вот до этого я делала но это еще от освещения мне кажется зависит потому что если чуть тень то все а если сюда подойти поближе вот так вот красиво посмотреть то грязи нету то есть это нормальная как бы стена все хорошо с ней вот это я сначала серебристый какой-то делал потом тоже или золотистый я сначала сделала хотела золотой отлив увидела вот эту грязь мне эта грязь как ну вот эта затемненность не понравилась я взяла да вот я снизу вот так вот сделала где вот эта самая грязь а сверху уже я серебристым я тут еще блестки добавляла как в краску я же еще красила ну в общем здесь наверное на камере не видно но если подходишь то красиво вот и сейчас покажу стену которая вот мы сделали с гипсовой как вот этот шов выделяется или не выделяется ну здесь вот прям явно видно вот шов вот здесь вот шов но это если поближе совсем подойти так я вот здесь сделала шовчик вот здесь мы с Валерой сделали шов это мы только лишь нанесли вот здесь вот видите рисунки ну мы шпаклюем кстати спросили у меня в ютубе вы дальше обои будете клеить да поэтому мы не заморачиваемся у нас вот здесь видите гипсокартон девчонки рисовали и это естественно все проявляется а с обоими будет хорошо и вот вот я даже близко снимаю там где было видно конечно же первый слой все равно заметил ну вот смотрите вот просто идеально это первый слой шпаклевки а когда я буду наносить вторую все она скроет и ничего не будет и даже если вот здесь мы чуть-чуть там посильнее вдавливали мы же не знали как нужно правильно то есть тренировались то все идеально хорошо вот потом еще это мы в общем там тоже экспериментировали и вот здесь то же самое а вот здесь только лишь гипсовая штукатурка шпаклевка только лишь гипсовая то есть здесь мы не шпаклевали и то шов не видно вот ни не из-под какого угла вот так вот оказывается а мы-то уже всю стену половину все это сделали ну ладно вот здесь вот швы ну вот эти хотя бы мы швы еще вот гипсовые сделаем потому что когда вот такие большие проемы туда шпаклевку толкаешь 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 ну как я делала обычно и у меня все туда заваливалось а потом трещина образовывалась в общем ни туда и ни сюда и получалось вообще некрасиво вроде бы гипсокартон казалось бы гипсокартон ну как можно испортить вот можно когда ты не знаешь когда еще вот уже вот шов видите вот трещина пошла но когда шпаклюешь под обои то в принципе это не столь важно вот он шов вот если например без вот этой ленты сразу же два слоя и шпаклевка начинает трескаться на месте вот этого шва но так как мы здесь будем клеить обои поэтому уже нам не страшно не вот этот вот шов там и так далее в принципе и выровняли стену со стеной все хорошо под шпаклевку даже одного слоя кто-то делает один слой и этого достаточно просто вот эти швы но опять же вот и то будет вот в местах где гипсокартон ну возможно сейчас я думаю вообще гипсовую гипсовую шпаклевку развести и уже гипсовый поверх пройти вот эту это я только вот эту стену сделала два слоя а ту где один слой уже сделать сначала швы гипсовой а потом сверху разровнять сверху разровнять такой шпаклевкой финишной думаю тогда все получится вот такие вот дела оказывается вот безмужито когда ты разбираешься ничего не понятно шпаклевка и шпаклевка а в чем разница какая разница гипсовая шпаклевка еще какая-то шпаклевка чего только не придумают когда уже сделают просто одну но это это не выгодно так лучше я конечно же устала у меня такое ощущение как будто бы не сказать что там как-то не знаю ну все равно усталость такая с непривычки потому что после огорода уже столько времени находишься дома уже ничем таким не занимаешься да в основном сидячая как бы покушать ну такая лайтовая у меня сейчас такое немножко ощущение будто бы я выходила грядки сажать не полный комплект там картошку сажать и так далее а как будто бы ты первый раз после зимы после весны вышел в огород вот у меня сейчас примерно такое же ощущение в прошлом году я пошла на фитнес кстати это очень удобно на фитнес перед огородом обычно когда я сидела сидячий вот такая образ сидячий образ жизни можно так сказать да и ты находишься дома 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 а потом раз и начинаешь в огород а хочется все быстрее 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 все это сделать потому что время поджимает нужно лук посадить то посадить это посадить смотришь особенно в своем доме там бумажки там прибрать здесь убрать то есть все равно вдвойне нежели если огород где-нибудь отдельно и вот и ты просто потом домой заползаешь заползаешь спина болит ноги болят даже до того доходит что что руки болят если действительно много работы нужно успеть потому что не всегда же погода позволяет сделать так все сразу и я в прошлом году сходила вот на фитнес то есть я тренировалась как бы у меня была физическая нагрузка нагрузка и вот когда началась весна я вообще не заметила у меня спина не болела у меня ноги не болели было так хорошо и даже не поняла то что весна наступила лето огород обычно как мы ой вроде бы одновременно и радуешься то что огород здорово сейчас на свежем воздухе будешь там свои луковки сажать цветочки сажать все так классно все так кайфно а потом к вечеру уже думаешь моя спина а это нет вот сейчас тоже вот если вот так шпаклевать какой-то физически двигаться 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 я думаю весна мне это полегче будет не как обычно ну а теперь конечно же мы будем пока там штукатурка сохнет на вот этом объекте да а потом уже мы поедем и уже будем шпаклевать полностью и уже объем будет побольше и не надо будет ждать а почему сегодня так мало сделала потому что я и не с одной стороны не могла подойти потому что там штукатурили и не с другой стороны и приходилось то есть я просто тупо сидела и ждала пока вот там высохнет слой пока там второй третий и так далее и вот столько времени а когда побольше объема то есть ты пока одно закончишь у тебя уже подсыхает пока разводишь разводишь уже все высохло и то есть в темпе в темпе в темпе намного больше можно сделать и быстрее и вот уже мы поедем и уже тогда все сделаем буду завершать свой влог под конец решила с вами поговорить потому что сил нету хочется просто полежать вот так или посидеть на расслабончике да и с детьми пообщаться целый день не видят не видели можно так сказать нас так что всем огромное спасибо за ваши лайки за ваши комментарии я не могла я все читал но я еще не нажала на ваши сердечки обязательно нажму что и лизочка ты запрошайся да всем пока ставьте колокольчик подписывайтесь на канал и всем привет прощальный прощальный всем пока пока молодец